Альмира Новоселова 15 января президент Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, объявляя стратегические ориентиры развития страны. Послание впервые оглашается в начале года, чтобы быстрее решить социальные, экономические и технологические задачи страны. Первый пункт – демография. От рождаемости в России зависит многое. Препятствия – низкие доходы населения. Те беспрецедентные меры поддержки, которые планирует оказывать государство семьям и детьми, они просто поражают. Это и выплаты материнского капитала на первого ребенка, это и выплаты семьям, имеющих детей от 3 до 7 лет, это и бесплатное питание в начальной школе во всех регионах, в нашем регионе. Эта мера уже давно оказывается. Кроме того, президент выразил озабоченность в целом демографической политикой о том, что сейчас семьи создают дети, рожденные в 90-х годах, а это не многочисленные дети, и, соответственно, и большого количества рожденных детей от них ожидать не приходится. Но я надеюсь, что те меры поддержки, которые планируются оказывать таким семьям, все-таки свое какое-то положительное влияние на демографический процесс окажут. С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца. Президент напомнил, что с этого года размер выплаты составляет 466 тысяч рублей. Предложил увеличить его при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч, что составит 616 тысяч рублей. Также Владимир Путин обозначил изменения в образовании, здравоохранении, инновациях, обороноспособности, экологии. Рождение ребенка – большое счастье, но задача родителей – обеспечить малыша всем необходимым. В этом помогает государство. Так, на первенцев, рожденных с 2018 года, полагается ежемесячная выплата, размер которой разнится в зависимости от региона. На Ямале с этого года на ребенка полагается 16 тысяч 700 рублей. 7 тысяч рублей получала Мадина Селихова, находясь в отпуске по уходу за ребенком, проживая в Тольятти. Семья недавно переехала на Ямал. Здесь их финансовое положение значительно улучшилось. Молодая мама устроилась на работу, а ежемесячная выплата в нашем округе гораздо больше – 16 тысяч рублей. Но вскоре эту существенную материальную помощь семья перестала получать, так как дочке Полине в декабре исполнилось полтора года. Узнав, что теперь субсидия полагается детям до трех лет, Мадина очень обрадовалась. С 16 тысяч прибавка – это мне хватает ребенку на памперсы, на фрукты, на игрушки. То есть ежемесячно мы стараемся ей что-то покупать, там вещи. Ребенок растет, и я не ограничиваю себя. То есть у меня нет выбора между купить ребенку игрушки, памперсы или фрукты. Я могу себе позволить на это пособие купить яйцо. Выплата теперь полагается и детям до трех лет. Основное изменение, вступившее в силу с начала 2020 года, но не единственное. Теперь право на получение ежемесячной субсидии на первого ребенка имеют семьи, в случае, если среднедушевой размер их общего дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Ранее расчет производился, исходя из полуторакратной величины. Общий доход семьи не должен был превышать 25 273 рубля. За второй квартал 2019 года величина прожиточного минимума трудоспособного населения в автономном округе установлена в размере 17 707 рублей. Следовательно, право на ежемесячную выплату возникает у семьи, в случае, если доход на каждого члена семьи не превышает 35 414 рублей. Увеличился и размер выплаты на 525 рублей. Стал в 16 700. Обратиться за назначением выплаты мама малыша может в течение всех трех лет. Стоит учесть, что если заявление последует не позднее полугода со дня рождения ребенка, то деньги семья получит за весь период шести месяцев. Например, ребенок родился 10 января 2020 года. За назначением выплаты мама обратится в мае 2020 года. Шесть месяцев со дня рождения ребенка еще не пройдет. Соответственно, выплата будет назначена со дня рождения ребенка, то есть с 10 января 2020 года. Если заявление будет подано позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет назначена со дня обращения. Обновлять пакет документов нужно ежегодно. за назначением выплаты можно обратиться не только по прописке, но и по месту фактического проживания. С 2013 года на Ямале действуют меры социальной поддержки и для многодетных семей. Денежная выплата полагается при рождении или усыновлении третьего ребенка. Ежегодно количество семей, заявившихся на получение выплаты, возрастает. Если в 2013 их было 16, то в 2019 уже 106. Выплата полагается на малышей до трех лет. Размер выплаты с этого года составляет 16 700 рублей. Ранее сумма менялась ежеквартально. К примеру, год назад она была 15 325. С января отменилось одно из условий получения выплаты, а именно непрерывный трудовой стаж на Ямале у родителей в течение полугода. Также до этого года претендовать на субсидию могли семьи, общий доход которых не превышал однократную величину прожиточного минимума. На ежемесячную денежную выплату будут иметь право семьи, средний душевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную за второй квартал года предшествующего году обращения за выплатой. То есть в 2020 году обратиться за выплатой смогут многодетные семьи, доход которых на каждого члена семьи не превышает 35 414 рублей. Изменения, вступившие в силу, позволят большему количеству многодетных семей стать получателями выплат. С 1 января этого года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, проиндексированы на 6,6%. Стоит учесть, что с 2015 года индивидуальный пенсионный коэффициент непосредственно влияет на индексацию размера пенсий. В связи с этим у нас, например, в прошлом году у нас пенсионный балл стоил 87 рублей 24 копейки, а с 1 января 2020 года пенсионный коэффициент стоил 93 рубля. Также и проиндексирована фиксированная выплата. Фиксированная выплата, она выплачивается за счет федерального бюджета и устанавливается к каждой страховой пенсии. Вот в прошлом году она у нас была 8 тысяч 1 рубль 29 копеек, а с 1 января этого года она стала 8 тысяч 529 рублей 38 копеек. Все пенсии проиндексированы. С 2020 года материнский семейный капитал проиндексирован. Теперь его сумма составляет 466 тысяч 617 рублей. Ранее размер выплаты был 453 тысячи 26. Условия распоряжения деньгами остались прежними. Приобретение жилья, реабилитация детей инвалидов и обучение. С 2018 года семьи с детьми до полутора лет могут получать ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Но для этого их доход не должен превышать полуторакратного размера прожиточного минимума. С 2020 года подход к этой выплате изменился. Она стала значительнее, доступнее для семьи нашего округа, потому что уже расчет ведется из двухкратного прожиточного минимума на члены семьи. То есть получается, если семья из четырех человек, то сумма их дохода в месяц должна составлять 141656 рублей. В этом году появилась новая мера соцподдержки – компенсационная выплата для неработающих трудоспособных людей, ухаживающих за дееспособными инвалидами первой группы старше 18 лет. Размер субсидии составляет 18946 рублей. На получение новой выплаты могут рассчитывать ямальцы, прожившие на территории округа в течение пяти лет. Субсидия полагается в отношении каждого инвалида, за которым осуществляется уход. Один гражданин может осуществлять уход за двумя или тремя инвалидами и при этом получать компенсационную выплату по уходу в отношении каждого инвалида. При этом выплата предоставляется независимо от родственных отношений и совместного проживания с инвалидом, за которым осуществляется уход. Выплату могут получать как родственники, так и просто желающие ухаживать за инвалидом. Необходимые документы можно подать в многофункциональный центр или Управление по труду и социальной защите населения. Также можно звонить по телефону 8 800 302 94 40 в рабочие дни с 8 утра до 8 вечера. Также с этого года на финансовое положение людей с ограниченными возможностями здоровья повлияет и еще один новый вид окружной материальной поддержки. Детям-инвалидам, проживающим в округе, с этого года возместят все расходы на проезд по России. Ранее один раз в год деньги выделяли только на лечение и оплачивали лишь железнодорожные билеты. На эти цели в округе предусмотрено 100 миллионов рублей. Планируется, что меры поддержки смогут воспользоваться 2300 ямальских детей. Ребенку-инвалиду и одному из неработающих родителей предоставляется право на получение возмещения расходов по оплате проезда не только на лечение, но и на отдых и на какие-либо иные цели. Кроме того, оплата проезда 2020 года производится, если проезд осуществлен не только железнодорожным, но и иным видом транспорта. То есть возмещению подлежат как железнодорожные, так и авиабилеты, а также проезд на водном и личном автомобильном транспорте. Новая мера поддержки будет предоставляться через отделение пенсионного фонда. С начала этого года Ямал станет еще привлекательнее в плане работы для врачей, учителей, воспитателей и тренеров. Молодых специалистов, приехавших на север, работать больше не будет пугать разницу в зарплате в сравнении с их опытными коллегами. С января 2020 года, с первого дня работы, их труд будет оплачиваться с учетом максимальной надбавки в 80 процентов, так называемого северного коэффициента. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. В правильности этих слов Сергей Жильцов убедился на собственном опыте. Его, как и многих северян в Заполярье, пригласили знакомые в город Тимилистинец. А МИЧ влюбился с первого взгляда. Я приехал в вечернее время, увидел огоньки. То есть ярко освещенные улицы, блестящие машины, разноцветные дома. Мне все это, конечно, очень приятно, удивило. В больнице производит приятные впечатления, как с точки зрения пациента, да, и с этой точки зрения я имел возможность оценить. Вот, нами досмотрим. И, как для врача, удобно работать, приятно, легко, все организовано. Достаточно в уровне техническом, высоко и с точки зрения, ну, чисто бытовых подходов, там, вопросов. Статически все удобно, все хорошо. Комфортные условия работы воодушевили медика на ударный труд. А тут и длинный рубль оказался не за горами. К зарплате врача-травматолога полагается северная надбавка. Конечно, я рад, что будет доплата. Конечно, это приятно, это мотивирует, это, собственно говоря, работать в принципе, работать здесь. В настоящее время и сейчас это один из первых моментов, почему врачи сюда и едут. Это действительно так. Мы один из тех регионов, где средняя заработная плата одна из самых высоких. Мы это видим все. И на первом месте, конечно, деньги. И это та мотивация, которая притягивает. Ольга Красова отметила свой первый маленький юбилей на северной земле. Пять месяцев работы в коллективе городской больницы. За это время ее бюджет значительно пополнился. Она стала участницей программы, в рамках которой врачи, прибывшие для работы по наиболее дефицитным для округа специальностям, получают один миллион рублей. Миллион выдается тем, кто никогда не работал. Я была в местном автономном округе. То есть, я никогда не работала. Я имею право его получить. Значит, получаешь 500 тысяч. Через два года оставшиеся 500. За полученный миллион врач обязан отработать 5 лет в этой больнице на данной конкретной должности. А вы уже получили часть, да? Да. Часть получила уже, 50%. В Алтайском крае вспоминать прежнее место своего жительства Ольга Александровна зарплаты медиков в разы ниже. А на Ямале платят хорошо, да еще и максимальный северный коэффициент можно получить с первого дня работы. Мы очень надеемся, что увеличив с помощью северной надбавки заработную плату врачам, а если еще с следующего года, как запланировано и прописано в поручении президента, будет предоставляться и служебное жилье, то мы надеемся, что дефицит врачей вот таких узких, особенно специальностей, мы, конечно же, сократим. В ближайшие несколько лет в округе откроются более полусотни новых объектов социальной сферы. Все это требует новых кадров, а Сергей Жильцов, врач-травматолог Лоботнанской городской больницы, уже нашел свое место работы. С начала этого года минимальный размер оплаты труда увеличился на 7,5%. На территории Ямала-Ниньска автономного округа минимальный размер оплаты труда в 2020 году также составит 12 130 рублей. При этом выплата минимальной зарплаты должна осуществляться с применением к ней районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с законодательством Российской Федерации. На территории города Лоботнанге МРОД с применением сверхнего районного коэффициента в размере 1,5 без процентной надбавки в 2020 году составляет 18 195 рублей, что больше прожиточного минимума трудоспособного селения за второй квартал 2019 года на Ямале – 17 707 рублей. Районный коэффициент устанавливается в зависимости от отрасли, сферы деятельности, категории работников и может составлять от 1,5 до 1,8. Размер процентной надбавки от 0 до 80% устанавливается индивидуально и зависит от наличия или отсутствия законных оснований для ее начисления. Наша программа подошла к концу. Следующий выпуск «Социального вестника» ждите через месяц. Мы вновь подберем для вас важные и интересные новости, которые будут полезны абсолютно всем. Ну а если вы что-то пропустили или хотите поделиться этой информацией с кем-то еще, ищите нашу программу на официальном сайте Лоботнанского телевидения. Адрес прежний – www.lbt-tv.ru И подписывайтесь на наши группы во всех социальных сетях. Там же вы сможете предложить новые темы, которые стоит осветить в эфире. Если у вас есть вопросы или вы нуждаетесь в помощи, звоните к нам в редакцию по телефону 2-15-36. Вместе мы попробуем разобраться о вашей проблеме. Всего хорошего и до свидания.